Привет, сейчас я буду делать пакетрейсер 7.2.1.6. Это у нас второй пакетрейсер по спискам контроля доступа, теперь нам нужно будет их настроить, а не отключить как в прошлом. Здесь у нас все абсолютно легко расписано по шагам, например, нам сказано, что нам нужно будет на R2 сделать ACL, чтобы наш 11.0 сеть не имела доступа к сети с веб-сервером, ну и еще также, чтобы у нас pk1 не имел доступа к pk3, ну сети не имели друг другу доступа, точнее pk1 не имел доступа, ну в общем тут все расписано и понятно. И также у нас здесь есть команды, так что просто открываем устройства и их вводим. Например, открываем R2 и запрещаем сети 11.0 доступ к веб-серверу. Открываем командную строку, enable configure terminal, пишем, задаем список, здесь вот команда есть, копируем и вставляем. Смотрим, эта команда у нас создает список под номером 1, которая запрещает этой сети доступ, то есть она полностью запрещает ей доступ и мы ее потом добавим этот список на определенную порт и тогда она не будет давать доступ именно к одному определенному порту. подтверждаем команду, но сейчас у нас нету доступа ни к чему для этого устройства. Разрешаем ему доступ ко всему, кроме того, что того, где он будет прописан. Это assess list. То есть у нас он запрещает доступ к этой сети, этой сети, ко всему, а это у нас разрешает этой сети доступ ко всему, кроме того, где она, где этот список прописан. Надеюсь понятно. Заходим в наш интерфейс и прописываем здесь наш список. Все, теперь у нас пока 2 не будет иметь доступа к веб-серверу. И мы видим, у нас есть 50 баллов из 100, поэтому все мы сделали правильно, но это было сложно сделать неправильно, так как здесь и так написаны команды. Дальше, заходим в R3 и отменим доступ для сети 168.10 к сети 30. Командная строка, enable, enable, configure terminal и тоже копируем команды. Надеюсь, в следующем пакетрейсере их нужно будет хотя бы вручную писать или даже продумывать самому. Пока что все тут довольно понятно и просто. Все, теперь мы запретили доступ pk1 к pk3. Здесь также можно сделать вот эти вот все проверки, которые нас спросят. Давайте хотя бы какую-то из них сделаем, например, с pk1 пропингуем на pk3. Откроем pk1, командная строка, ping и можно вот отсюда скопировать IP-адрес pk3. Вот он. Копируем, вставляем и мы видим, где снейший хост Unreachable, значит у нас включен ACL. Давайте тогда сразу пропингуем с pk2 на веб-сервер, чтобы точно в этом убедиться, что все работает, хотя по баллам и так все понятно, но не важно. Пингуем, ping и веб-сервер IP. Вставляем. И тоже destination host Unreachable, так что все у нас настроено правильно. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok